Журналист Надежда Стрелец провела интервью с Павлом Волей, которое тут же вызвало большой резонанс. Были те, кто ругал комика за спорные размышления, однако Ксения Собчак раскритиковала видео по другой причине. Некоторые пользователи сети и авторы телеграм-каналов после просмотра отметили, что Воля погрузился в ностальгию по старому Камеди Клаб. Также они сделали замечания его новому шоу на ТНТ. На его защиту встала Надежда Стрелец. Три собственных шоу на ТВ, это автоматически делает Павла Волю одним из главных телеведущих страны. Как человеку такого масштаба дать большое интервью, остаться человеком, продолжать шутить в эфире, когда шутить почти ни над чем нельзя. В начале интервью Паша говорит, что мы живем в эпоху, начало конца юмора, это тот еще квест. Легко было делать, что душе угодно, в начале нулевых. И Камеди это делали. Сейчас другие правила игры. Но если учитывать контекст, Паша делает максимум. Ему одному из немногих удалось в принципе остаться на волне, при этом быть актуальным и смешным. А 30-миллионные просмотры его новых стендапов на ютубе не могут не впечатлять, даже если вы скептически относитесь к телевизионным рейтингам, обратилась ведущая. Ксения Собчак же предъявила претензии не к герою, а к интервьюеру. Дело не в Паше, он живой и прикольный человек в жизни, дело в том, что в сотый раз обсуждать, как создавался Камеди Клаб, это разновидность вопроса, какие ваши творческие планы. Никогда не понимала, зачем приглашать гостей, если не задавать им интересующих зрителей вопросов или разрешать что-то вырезать пиар-службы. Рассуждает блондинка. Журналистка привела примеры вопросов, какие бы она задала Павлу. Если бы ты был сторонним зрителем, и «Вечерний Ургант» продолжал бы выходить, чье шоу ты смотрел бы и почему, свое или «Вечерний Ургант», как ты относишься к людям, которых запретили из-за черного квадратика, и кто в черном списке твоего шоу, кого ты не можешь позвать. Написала Ксения. Собчак заверила, мало кто хочет слушать про становление известного шоу, так как об этом говорили много раз. Далее фрагмент новостей Соболева, объясни, что здесь смешного. В этих вопросах нет ничего резкого или оскорбительного. Это первое, что приходит в голову, если тебе интересен Павел Воля. А если не интересен, то можно, конечно, и про создание, Камеди в стопятьсотый раз послушать, заключила она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова